Приветствую вас. Смотрите, любовь к себе означает принятие. Принятие, безусловное принятие себя. Такой, какая вы есть. Безусловное принятие себя, такой, какая вы есть, со своими достоинствами, своими недостатками, ну, становится возможным, в том числе, благодаря личностным ростам, потому что через личностный рост, человек избавляется от таких, достаточно пагубных, на мой взгляд, историй, когда, ну, допустим, человек считает, что, во, ну, во мне, вот это вот должно быть, это во мне быть не должно, это во мне есть, это во мне нет, это я понимаю, это я не понимаю, это вот такая вот история. И, соответственно, соответственно, можно говорить о том, что именно, безусловно, принятие себя, именно, безусловно, безусловно, принять себя, через личностный рост, и может служить той историей, которую вы ищете, в себе, то есть, ну, то, что вы ищете в себе, то есть, как полюбить себя. Вот. То есть, чем меньше вы в себе отрицаетесь, чего-либо, чем меньше вас противоречий, чем больше у вас, соответственно, гармонии, тем легче вам жить с собой в комфорте. Вот. Любовь к себе не имеет ничего общего с эгоизмом, потому что, ну, как я сказал, как я сказал, что любовь к себе есть в принципе принятие, принятие себя, а вот как раз таки эгоизм это не принятие себя, потому что человек становится эгоистичным во многом, во многом именно потому что он себя не принимает как раз таки, он не может себя принять, он не способен себя принять. И компенсирует это эгоизм. То есть, как бы, одно с другим не связано никак. Абсолютно да. Здоровый эгоизм это когда человек защищает себя, защищает свои границы, свои интересы. Вот. Вот это вот собственно то, что является здоровым эгоизмом. в основном эгоизм в принципе не нужен человеку, если ну как бы человек себя принимает, себя любит. вот вот эм такая вот история на мой взгляд эм такой момент на мой взгляд можно вам ответить как можно вам ответить вот эм другое дело что это процесс то есть процесс принятия себя вот это именно процесс это не какая-то такая знаете вот ну как сказать какая-то такая история что вот вы взяли да и сразу себя приняли и все вот это так не работает к сожалению а как бы если вы встаете на путь вот этот вот путь принятия себя на путь признание всей полноты вашей личности то это процесс будет сопротивление будут сомнения будут шаги вперед шаги назад вот это откаты будут может быть даже разочарование будет но лечимым моментом лечимым моментом который может сыграть решающую роль в том что вы через все это пройдете вместе с психологом заключается в нежелании жить в дискомфорте и желании все таки чувствовать себя легко и свободно ну в отношениях с собой в отношениях с другими людьми в отношениях с там коллегами и родителями родными вот то есть чтобы была такая вот некая единая позиция чтобы вы не тратили постоянно своей силы на внутреннюю борьбу с собой вот вот это вот решающий фактор то что вы говорите про грань эгоизма лично для меня означает наличие чувства вины не или иначе так или иначе это чувство вины на мой взгляд на мой взгляд и хорошо ли это нет это чувство вины мотивирует человека жизни для себя для других их и даже сама формулировка грань эгоизма она это бывает каким-то оценочным абсолютно абсолютно оценочным суждением которые ну к реальной психической так сказать бытности человека отношения никакого не имеет вот поэтому работать примерно так это действительно процесс это действительно такой образ жизни это образ жизни который может в целом продлиться всю человеческую жизнь всю человеческую жизнь всю свою жизнь человек может пытаться себя принять вот и до конца так у него может это и не получится именно вот до конца у человека может не выйти себя принять до конца но он может пытаться это сделать он может этим заниматься и нам может достигнуть каких-то в этом направлении серьезных на мой взгляд даже значительных результатов если у него будет к этому желание если он если ему ну не захочется жить вот как я сказал в постоянном таком да напряжении напряжении вот когда постоянно приходится бороться за за себя за свою точку точку зрения за что-то еще вот так что так можно ответить вам на ваш вопрос универсального способа нет потому что оказывается экзамен он выбирает этот способ но ключевая история заключается именно в этом на этом все надеюсь что помог если понравился мой ответ буду благодарен за его оценку в качестве лучшего я желаю вам всего самого доброго и удачи